А перед началом данного ролика рекомендую вам подписаться на канал Киточка. Данный молодой человек уже на протяжении длительного периода времени снимает видеоролики по нашей вместе с вами любимой игре. Здесь вы можете найти безумно большое количество контента, поучительного, познавательного, поэтому обязательно переходите, поддерживайте данного молодого человека. Ну а мы погнали смотреть наш замечательный видеоролик. И всем привет ребят, с вами Старвайка, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим очень-очень интересную тему, связанную с нашими замечательными танков-фандами. Ведь уже совсем скоро в нашей игре они снова возвращаются. Сегодня обсудим те три танков-фанда, которые у нас были в прошлом году и расскажем, когда же уже будет первый танков-фонд в этом году. Ну а если вы ждете танков-фонд так же сильно, как и я, то обязательно поддержите данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот замечательный канал, проявим давайте ребятчики максимальную активность, постараемся набрать как можно больше лайков. Ну и конечно же ребят, не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 2 миллиона кристаллов, на 30 тысяч танков-фонов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры в аккаунтике. Боличный тег это тег-темп, устанавливайте его, дальше оформляйте покупочку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, чтобы поучаствовать в этом замечательном розыгрыше. Что же касаемо танков-фондов, то в прошлом году, как я уже сказал, у нас было целых 3 танков-фонда. Первый танков-фонд у нас стартовал, чтобы вам не соврать, сейчас мы даже откроем, 26 мая. То есть грубо говоря, через месяц уже у нас стартанет, ну плюс-минус, танков-фонд, который будет посвечен как раз таки дню рождения нашей замечательной игре. Тот танков-фонд собрал 10,5 миллионов, это был первый танков-фонд, при том, что он был, если я не ошибаюсь, не супер длительный, 23, грубо, дня он длился, да, то есть это, ну, будем считать 3 недели, да, будем считать 3 недели. И это тот самый танков-фонд, который был без дополнительных каких-то супер-супер-супер плюшек, да, то есть не было никаких компенсаций, не было никаких дополнительных вкусностей. После чего у нас появился киберспортивный танков-фонд с 1 июля. К сожалению, нельзя его открыть, почему-то картинка не показывается самого киберспортивного танков-фонда. Но в любом случае, это был первый киберспортивный танков-фонд, который уже собрал довольно неплохие цифры. И в целом, это тот танков-фонд, который уже был, ну, можно так сказать, первым хорошим танков-фондом в 2022 году, да. Из которого можно было забрать уже хорошие ценные призы. Ну и самый рекордный танков-фонд, который у нас был, это танков-фонд, который появился у нас зимой, можно так сказать, да. Потому что он был посвящен как раз-таки именно зимнему мажору с 10 ноября, то есть в конце осени. И до, получается, 27 декабря у нас была возможность приобрести этот замечательный танков-фонд. Он стал максимально рекордным. И по большей части все это дело реализовалось и получилось из-за того, что у нас на протяжении длительного периода времени не работала игра. И была возможность получения очень вкусной компенсации. За счет этой компенсации как раз-таки получился самый рекордный танков-фонд, который когда-либо был в нашей игре. 68 миллионов танкоинов собралось именно в нем. Ну и что я могу сказать по новым танков-фондам? Будут ли у нас такие бешеные цифры? Я думаю, что до 68 миллионов уж точно в этом году мы не дойдем. Если, конечно, у нас игра будет стабильно работать, да. Если вдруг у нас не будет никаких там нюансов, не будет никаких компенсаций. Но в любом случае это та вещь, которую все мы вместе с вами очень и очень сильно ждем. Чтобы получать награды, чтобы получать контейнеры, ультра-контейнеры, скин-контейнеры, новые замечательные устройства. При этом всем еще есть возможность заформить дополнительные танкоины, да. То есть если вы ни разу никогда не участвовали в этом, в этой вещи, да. Не участвовали в танкофонде. Если все либо вернулись недавно в игру, либо же только относительно недавно начали играть в эту игру, то можете знать смело, что это самая выгодная вещь, которая есть в нашей игре. Ведь за тысячу танкоинов, покупая один маленький спецпак, у вас всегда есть возможность забрать все призы, которые будут с линейки, да, в зависимости от набранного общего танкофонда. То есть если, например, у нас первый танкофонд в прошлом году собрал 10 миллионов, то за эти 10 миллионов у вас была возможность получить целых 2 скин-контейнера. В сумме 40 обычных контейнеров, 30 ультра-контейнеров, слоты, защиты, если у вас их не было, ну и дрон как раз-таки гиперион. С зимнего мажора и с зимнего танкофонда у вас была возможность заработать такое же безумно большое количество контейнеров, скин-контейнеров. Еще и сверху дрон-кризис, броненосец и безумно большое количество очень интересных новых устройств. И каждый танкофонд, эти новые устройства у нас появляются. Этот танкофонд будет не исключение, я думаю, что тут будет появляться устройство на корпуса. Также будут, конечно же, скин-контейнеры, будет возможность получить дрон-кризис и броненосец, если у вас его тоже нету. Быть может добавят какие-то старые устройства, которые были в предыдущих танкофондах, либо каких-то ивентах, которые нельзя реализовать. Ну и, понятное дело, что появятся какие-то новые, замечательные, интересные скины. Один из скинов уже известен. И, как сказал Орех в как раз-таки битве со мной, он сказал, что это все дело появится ко дню рождения. И это дело именно викинг новой XT. Поэтому я более чем уверен, что именно вот этот вот замечательный викинг появится в уже первом танкофонде в этом году. Извиняюсь, конечно, за кашель, но, к сожалению, с этим ничего поделать не могу. Поэтому вот этот вот замечательный викинг уже появится в первом танкофонде. Ну и вместе с ним при любом раскладе у нас появится безумно большое количество вкусных и хороших наград. Я участвую в каждом танкофонде и советую это делать каждому. Есть отличная возможность получить призы, плюс еще и поучаствовать в общем розыгрыше танкофонда. Да, и если мне не изменяет память, то в двух или даже в трех танкофондов в прошлом году я выигрывал танкоины. Да, на бездонат аккаунте так точно. А вот что касаемо основного аккаунта, я не помню. Я помню, что на основе у меня один раз очень сильно заскамило. Я тогда покупал три или даже четыре спецухи и не выиграл ничего. А на бездонат аккаунте, покупая лишь одну маленькую спецуху за тысячу танкоинов, мне постоянно давали по 8 тысяч танкоинов. И у меня получалось так, что я постоянно окупался. Не то, что окупался, да. Я получал супер большое количество хороших наград. Плюс еще и сверху безумно большое количество танкоинов. За одну тысячу танкоинов. За одну тысячу танкоинов. И как раз таки за счет этого танкофонда, мне так повезло, что я смог прокачать очень-очень неплохо свой гараж. И в целом сделать прокачку своего бездонат аккаунта за счет как раз таки вот такого события, как танкофонд в нашей игре. Да, и у каждого из вас эта возможность есть. Нужно лишь только приобретать одну маленькую спецушку за тысячу танкоинов. Надеяться на удачу. Ну и плюс, конечно же, лутать все награды, которые в танкофонде у нас появляются. Поэтому это, ну, наверное, самая выгодная вещь, которая есть на сегодняшний момент времени. Это та вещь, которую мы так вместе всегда с вами ждем. Ну а если, как я уже сказал, вы до сих пор ни разу не участвовали, то ожидайте, ожидайте. Уже примерно через месяц стартует новый танкофонд. И обязательно акцентируйте на нем внимание, приобретайте спецуху. Не нужно там покупать их безумно большое количество, да, и думать, что чем вы больше купите, тем больше у вас возможность получить награды. Это достаточно, ну, можно, конечно, покупать, но это уже ваш выбор. Достаточно, в моем понимании, приобрести одну маленькую вкусную спецушку и уже заработать очень хорошие и ценные награды. И окупиться, даже не то, что окупиться, а получить намного больше, чем вы можете получить в любом другом виде, да. Чем, например, в челлендже, чем, например, покупая просто какие-то спецухи, да, дефолтные там с премкой, либо там с контейнерами, да. Танкофонд это самая выгодная вещь, которую всегда нужно не пропускать. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу Танкофонда, обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если так же, как и я, ждете его, и уже совсем скоро все это дело вернется в нашу игру. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.